Едем 60. Вот я в прошлый раз ехал тоже 60. А он мне показал, пришли бумаги, что я ехал в 100 с лишним километров в час. Сейчас вот я хочу подъехать и спросить о этого замечательного человека. Такой следственный эксперимент решил устроить один из жителей Назарова. Он неоднократно получал штрафы за превышение скорости, но с этим был категорически не согласен. Водитель уверен, что правила не нарушал. Когда терпение лопнуло, решил проверить, честно ли работает камера-тренога на дороге. Оказалось, не зря. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой скоростью я сейчас ехал? Можно посмотреть? Просто мне пришел штраф. Я же знаю, что вы здесь постоянно стоите. Я спускался, никогда не нарушал. А мне два штрафа пришло. Сколько минут назад было? Ну вот сейчас. А вот сейчас? Да. 96. А? 96. При ограничении в 70 это уже превышение скорости, а значит очередной штраф. Ролик водитель выложил в соцсети. Поднялся шум. В управлении автодорог водителей призывают успокоиться. Мол, тут просто ошибочка вышла. В данном случае это чисто человеческий фактор, потому что здесь была ошибка оператора, потому что при обращении к нему он назвал скорость другого транспортного средства, регистрационный номер, который был схож с транспортным средством водителя, обратившегося к оператору. Тем не менее, под выложенным водителем роликов уже множество комментариев с похожими историями. Мол, правила всегда соблюдаем, а штрафы приходят. Люди говорят, сначала все списывали на свою невнимательность. Но когда письма счастья за превышение скорости им стали присылать одно за другим, задумались. Уже дважды было то, что превышение якобы показывают, хотя по спидометру показывают, что я нормально езжу. То есть даже если погрешность брать, в принципе там 20 километров, в любом случае приходит штраф. Много жалуются. Знакомые на КАМАЗе тоже пришла в штраф. Он говорит, сам смеялся, говорит, у меня КАМАЗ так не бегает. Мол, а штраф 10 тысяч. Это много превышений. Увеличение скорости получается. Камера увеличивает. Скорость вроде соблюдаешь, а приходят штрафы. Специалисты стоят на своем. Камера, в отличие от человека, ошибиться не может. Всем, кто уверен в себе и сомневается в технике, советуют обращаться с жалобами в Центр автоматизированной фиксации нарушений. Он в Краевой автоинспекции. Но спорить показания железного регистратора крайне трудно. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok